Кто начнёт? Начинаем. В общем, я сказал, что я эту игру, когда увидел, сразу же захотел в неё поиграть, потому что, ну, очень уж подкупало вот это вот небольшое количество компонентов, и приключения, и теренот, все игры в этом мире мне очень нравятся, и Dissenter, и Unbound, и, конечно, хотелось бы попробовать. Что я скажу? Сразу после первой партии мне игра понравилась. И я тут же вспомнил свои игры в Lord of the Rings, ЖКИ, живая окорочная игра, где тоже, ну, она вышла раньше, Властелин колец, да? И вот как раз там я помню эти идеи, когда враги были в области теней, когда они нападали на тебя, когда ты должен был собирать жетоны для того, чтобы проходить локации, по-моему, ещё в игре Miss Fall это есть, насколько я помню. Но, блин, круто, что вроде как механики-то уже были использованы, но хотелось бы их как раз опробовать и в мире теренота тоже. Вот. Это, кстати, всё, что я помню по сходствам об этих играх. Но сценарии 8 штук, плюс ещё герои, в каждом классе ещё 3 героя, да, в классе каждом? Да. 3 героя, плюс ещё 2 ветки развития для каждого героя, плюс ещё есть возможность, точнее, не возможность, а так правилами написано, правила, как генерируются некоторые сценарии, не всегда нужно добавлять именно каких-то врагов, которые написаны. Иногда это просто рандомно, там написано, добавьте 3 набора жутких там врагов. Вот вы по значкам находите случайно эти наборы, и у вас с реиграбельностью всё будет нормально. То есть вот то, что я назвал, делают как раз игру, ну, вот такой для меня лично уникальной. Мне очень понравилось, серьёзно. И я бы, конечно, хотел дополнений. Хотя я посмотрел, она вышла в 2018 году, и пока ещё ни одного дополнения не было, что странно для меня. В общем, вот такое вот простое приключение, хотя здесь правила, ну, наверное, выше среднего, не знали, и средний, но оно мне больше нравится, чем, например, в Pathfinder. Pathfinder тоже карточный, но, блин, там всё упирается в эти считания, считания ваших там характеристик постоянно, сколько, насколько я проатакую, 5, плюс ещё там цепочка плюс 3, плюс это, ой, а тут минус 2 за то. Короче, постоянно я даже записывал на листочке, сколько у меня текущая атака, чтобы каждый раз не считать. Вот, и некая однообразность, что в Pathfinder, в карточном, вы, насколько я помню, постоянно должны найти злодея в какой-то локации и с ним сразиться. Здесь разнообразие. Вот осада из Хила, да, вы должны, там, типа Tower Defense такого небольшого, там Кошмарный Зверинец, Битва в Туманных Землях, Нечестивый Ритуал, Серебряное Зеркало, и в каждом сценарии какая-то своя механика, враги, вот эти вот цепочки действий врагов, они вроде ничего там сложного, заумного нет, но сама вот эта вот, сама механика эта, да, она прям клёвая. Мне нравится. Мне вот всё в этой игре нравится, кроме того, что мне бы хотелось побольше дома. Что скажешь? Ну вот, когда мы играли в рунбаун, я следовал на то, что как раз-таки в коробке очень мало сценариев, да, всего лишь два в рунбаунде. Здесь их, конечно, восемь, это сильно разнообразит игру, поэтому это очень круто. Но я думаю, любителям этой игры придётся в будущем раскошелиться. Наверняка в дополнениях появится новое ответвление, которое можно будет прокачивать. Потому что сейчас их, ну, их два, конечно, да, разветвления. Но тебе маловато показалось. Но маловато мне показалось, да. Хочется больше. Наверное, специально они вырезали всё, потом немножечко добавить дополнений побольше. Ну, блин, жду я. Хочется дополнений. Компоненты клёвые. Да. Карты под лён. Здесь всё с этим круто. Хотелось бы ещё побольше взаимодействия с локациями. Потому что вроде как находишься, ну, там слишком мало. Ну да, есть какое-то свойство. Мы с тобой играли ещё в «Нашествие гоблинов», да. Вот. Ну, там было всё по-простому, более такое простое, просто с механиками ознакомиться. Это первый сценарий как раз. Вот. Ну, с этим я, наверное, соглашусь, что что-то хочется в локациях ещё поделать, да, не только их исследовать. Да, думаю. Вот. Ну, даже без этого, в принципе, реглядность очень высокая. Да, что удивительно, да? Казалось бы, казалось бы, ну, восемь – это, конечно, много. Восемь – это много. За каждого надо пройти. Да. Каждый класс попробовать. Вот. Вот. Ну, сделано, конечно. Вот ещё. Может быть, побольше какой-нибудь дополнительной прокачки, что ли. Может быть, в помощь вот этих карт, да? Как он в разведку ходил. Ну, мы тут, видишь, в чём и плюс, и минус этой игры, что мы до конца не знаем, что там. То есть, вот, сыграв хотя бы по разу в каждый сценарий, мы можем уже понять, где что будет, да? Но согласен, что иногда, ну, не хватает… Вот мне не хватило переброса кубиков. Да, вот, один раз кидаешь, и, сори, если у тебя нет концентрации, возможно, возможно, у других героев есть такие навыки. На вскидку даже не могу сказать, есть тут у кого-нибудь переброс или нет. Вот. Но, честно говоря, не хватает. Вот. Ну, кубиков хотелось бы побольше, да? Ну, всего… Всего 3 плюс 3, максимум 6 кубов можно кидать. Вот. Ну, так, в принципе, для базы, я не знаю, сколько она стоит, но для базы это прям шикарно. Вот прям хочется, реально хочется. Ещё мы в первый день прошли два сценария, да? Встретились просто, вот, запомнил, прошли два сценария. С оформлением здесь всё круто. Ну, атмосфера есть, реально есть. Правила довольно тонкие. Правила, да, тонкие. Ну, да, некоторые нюансы тут надо запомнить. Вот я выписал, у меня всего 4 нюанса, которые нужно было запомнить. Вот. Так что я однозначно рекомендую, если вот… Тем более с надеждой на то, что будут допы, я прям вообще… Вот. Так что, друзья, спасибо, что смотрели нас. Всем пока. С вами были Денис, Женя. С любовью, твой игровой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok